Британцы возрождают старые Сузуки Джиммини. Мазда пытается влезть в премиальные и внедорожные сегменты. Ниссан конкурирует с Теслой с помощью цены, а Шкода Славия не достанется славянам. Здесь неделя на колесах с вами, как всегда, Катя. Поехали! В Индии дебютировала Шкода Славия, новый чешский седан, который приходит на смену Рапиду. Его назвали в честь успешного мотоцикла Славия марки Лаурин и Клемент, которая позже преобразуется в Шкоду. У современной Славии модульная платформа MQB. Турбомотор и последний на сегодняшний момент серии EA211 EVO. Роботы с двойным сцеплением. Короче, почти все, как в Европе, разве что кузов консерваторский. Седан. Чтобы было солидно. В Индии это важно. Нам, в принципе, по этому поводу можно особо не волноваться. У нас Славия не появится. Хотя название такое, что прям просится. Славяне, славься, слава КПСС. Вот это все. Но нет. У нас пока будет свой лифтбэк Крапид, который выглядит достаточно современным. Но внутри гораздо более старомоден, чем индийский седан. Тут старая платформа PQ25 13-летней давности, атмосферные моторы. Нормальный такой лоскул. Впрочем, не удивлюсь, если при следующей смене поколений техника останется старой. А вот имя поменяют с Рапида на Славио. Будет очень душевно. Мазда запускает пробный шар в нишу кроссоверов для активного отдыха и пересеченной местности, заступая на территорию, которую издревле занимает Субару. Во всяком случае, у новинки CX50, не путать с CX5, небывало брутальная для Мазды внешность, полный привод в базе и дебютная имиджевая фотосессия на фоне гор, прерий и прочих американских пампасов. Судя по всему, CX50 это такой чуть более крупный кросс-кантри, вариант сугубо городского CX30, который уже давно и сравнительно успешно продается по обе стороны океана. Во всяком случае, моторная гамма у них общая. Двух с половиной литровая рядная четверка с наддувом и без него. В главных конкурентах Subaru XV. Что интересно, сборочный завод в Алабаме CX50 делит с еще одной японкой, Короллой Кросс. Некоторые журналисты даже предполагали, что CX50 будет фактически Тойотой с маздовским шильдиком. Но нет, слухи не оправдались. У машин разное абсолютно все. Моторы, платформа и оснащение. Ждать ли в России? Исключать не стоит, но ценник на импортную модель будет просто заоблачный. Еще чуть-чуть про Мазду. Впервые живьем показали модель, которую давно ждали. С благородной рядной шестеркой, которой японцы хотят навязать борьбу премиальным брендам. Носитель шестерки кроссовер CX60. Пока о нем никаких подробностей. Только пиратское видео, которое утекло в YouTube. По изящной длине капота прям-таки видно. Шесть цилиндров там, внутри. Детали ждем уже достаточно скоро. Nissan выпустил полноценного конкурента Tesla Model Y. Купеобразный кроссовер Aria. Он получился поскромнее Tesla во всех отношениях. Поменьше мощность. Всего 214 сил против 384. Поменьше максимальный пробег. 480 километров против 511. Зато и ценник. 40 тысяч долларов против 50. То есть, все закономерно. Фактически, Nissan вписался в категорию Tesla для бедных. Кому 3,5 секунды до сотни не нужно. А вот лишние 10 тысяч в семейном бюджете пригодятся на что-то другое. Еще один дополнительный козырь. На Aria будут действовать государственные субсидии по 7,5 тысяч долларов, которые доброе правительство платит, если вы покупаете электричку вместо бензинового автомобиля. Для Tesla такие субсидии тоже были. Но свою квоту компания Илона Маска уже израсходовала. Из будущего в настоящее. В Британии возродили Suzuki Jimny 3-го поколения под забавным именем Yomper. Ну, вернее, как возродили. Наладили выпуск пикапов для сельской местности на базе этой модели. Откуда британцы взяли старые Jimny? Все просто. Со вторичного рынка. Затем проводили полную капиталку всего. Надстраивали кузов, меняли задние барабанные тормоза на дисковые. И, вуаля, сельский пикап готов. Потенциальные покупатели – жители глубинки, где нужны недорогие и надежные коммерческие машины, которые в последнее время выпускаются только в формате больших дизельных пикапов. Yomper будет занимать пустующую нишу малогабаритных грузовичков. Стоит Jimny пикап по британским меркам сравнительно бюджетно – 20 тысяч фунтов. Во столько же обойдется, например, средненько упакованной Opel Corsa под местным брендом Voxhall. На рубли переводить не будем, чтобы не расстраиваться. Ну и к нашим публикациям. Евгений Балабас протестировал Porsche Boxster в кузове 987. Это такой маленький родстер для тех, кому не хватило на 911. Но это точно не бюджетник. Тут и шикарная отделка, и потрясающий баланс ходовой с силовым агрегатом. Короче, концентрированное удовольствие. Борис Игнашин изучил, насколько все плохо с рейндж-роверами третьего поколения. Герой анекдотов и эталона лакшери нулевых. Как оказалось, для избавления от большинства проблем нужно всего лишь... Ладно, вот вам спойлер. Нужно всего лишь не допускать воду в салон. Олег Положенец предлагает вернуться ненадолго в 90-е и проверить ваши знания о ВАЗ-2110. Вспоминаем ранние прототипы, редкие кузова и карбюраторы с инжекторами. На этом сегодня все, друзья. Все ссылки на материалы вы, как обычно, найдете под видео на ютубе. С вами была неделя на колесах. И, Катя, увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok